сейчас одесса страдает от нехватки биноклей потому что они все у меня я так понял что в украине никто не покупает с дефектами если я покупаю какой-то предмет только с целью если я его смогу восстановить я так и называю я покупаю себе работу это французы делали для одессы и делались они по заказам и в ювелирных мастерских потому что они выглядят просто шикарно если очень интересная вещь и я знаю этого человека который купил то я делаю попытки перекупить прелесть этих предметов в том что это предметы и как говорится изящного искусства друзья рада приветствовать всех с вами команда Виолити про коллекционирование и мы продолжаем рассказать историю о уникальной коллекции не смотря на тяжкие и жестокие часы в которых мы сейчас живем наша новая история связана с театром потому что наш герой коллекционирует театральные бинокли подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и смотрите наше видео и обязательно коментуйте наш герой не просто коллекционер анатолий майстер-реставратор всі уникальні предмети в городах находят новое життя это и театральные атрибути и скриньки також серия нестильных ламп навіть теннисные ракетки столетною давности дружина анатолия теж майстер вона створю авторские ляльки серед яких ціла коллекция стилюзованих винтажных ялинковых игрушек але головне заради чого ми прийшли в гости значна коллекция чудових театральных биноклев я как все пацаны в детстве начинал коллекционировать ну как все марочки значочки монетки вот стал повзрослею уже более серьезные предметы года три назад мне предложил приятель один бинокль очень плохом состоянии перламутр отделка француз такой интересная моделька а я обычно так если я покупаю какой-то предмет только с целью если я его смогу восстановить мой принципиальный подход к этим делам если предмет не кондиция значит я покупаю через неделю на стараконом я нашел точно такой же точно в таком же состоянии и потом процессе из двух у меня получился один прекрасный венок и потом неделька прошла смотрю у меня в шкафчике 2 появился с 3 а сколько радости было когда у меня их 5 штук это трудно передать потому что я уже думаю вау это же сколько истории я не говорю про энергетику чего часто люди говорят какая-то энергетика от них это не знаю в этом не понимаю ничего но прелесть этих предметов том что это предметы и как говорится изящного искусства згадки про перши театральні бинокли з'являються у 17 столітті щоправда це ще не були повноцінні биноклі це були монокуляри які нагадували крихітні телескопи театральний монокуляр ретельно підбирався до наряду модниць і найчастіше був прикрашений коштовним камінням натуральними перлами або эмалью у 1825 році пьер лемьер винайшов механізм центрального фокусування завдяки цьому винаходу стало можливим налаштування різкості одночасно в обох половинках бинокля таким чином у 19 столітті театральний бинокль вже мав звичайний для нас вигляд але якість зображення була не дуже і тільки після того як ернест абе створив ахроматічні лінзи та зібрав перші бінокулярні призми зображення не було потрібної різкості та чіткості в цих біноклях самое интересное что казалось бы на просто на вид простое изделие но здесь до 15 резьбових соединений тончайших ничего себе вот и если нарушено хоть что-то одно уже практически заменить его можно только донором поэтому мой принцип последнее время покупать материал для работы вот поэтому я ищу недорого и там где можно поработать я так и называю я покупаю себе работу и вот эти вот бинокли они практически все были подвергнуты реставрации можно сказать или реабилитации потому что были ну красивейшие вот перед тобой несколько вон первый ряд биноклей вот это до конца я ничего не могу с ними сделать без доноров потому что геляшированная эмаль французы делали такие вещи просто вот рядышком тоже видишь тоже геляшированная отделка разных цветов те тот зелененький да ой а что вот это у него а это мне вот этот я же сказал вот этот первый ряд они у меня все в работе но я хочу показать что вот в каком состоянии прекрасные вещи иногда попадают мне в руки что приходится с ними потом работать и я думаю что я справлюсь с этими одну нужны донора такое что вы полностью разобрали на все составляющие я все их разбираю на все составляющие чищу как вот часовой механизм полностью все иначе очень трудно понять почему скажем какие-то детали буксуют видимость слабая очень часто оптика линзы треснутые бывают тоже доноры нужны приходится но я слово приходится говорю с радостью потому что это это то состояние творчества которое это возрождение просто довгий час единою вадою театрального бинокля була незручність його тримати у своїх руках у девятнадцатому столітті знайшли логічне вирішення цієї проблеми почали випускати бинокля з ручкою такі биноклі отримали назву биноклі лорнети ручка стала не лише зручним функциональним доповненням прилад став більш витонченим що особливо припало до смаку дамам лорнети випускаються і донині зараз можна зустріти більш сручні ручки що складаються або тероскопічні в театрах в девятнадцатом веке дамам запрещено было в шляпах сидеть театр запрещено было запрещено было им в бинокль рассматривать по сторонам наблюдать за кем то только театр но у них как правило были шикарные прически у многих шляпы шикарные прически и вот рукой все-таки подносить вот так и ну понятно для прически поэтому удобный был лорнет лорнет который абсолютно руки ничему не касаются она во-первых и красивее выглядит правда же не изящная ну и возможности красиво украсить и ручку театральні бинокли мали великий успех незважаючи на дорожничу вони прикрашалися накладками з перламутра у слонової кистки вкривалися золотом сріблом та емалью центром виробництва цієї театральної роскоши став в париж таки фірмы як ламар и бретон брево постачали театралом усього світу відносно недорогие витончены бинокли у тому числи одеським театралом практически вот эти дорогие вещи они как правило были покрыты хорошим посеребрением и большинстве случаев по золото но как правило по золото вот например бинокль в кофре вот можешь почитать что это лозвенталь оптисьен одесса вот это это французы делали для одессы вот здесь вот использовался очень красивый перламутр такого темного цвета да если внимательно посмотреть он весь был в позолоте но есть потертости я просто это получается заказывали там для одессы конечно у меня здесь бинокли есть где заказывали для практически для многих городов многих стран у меня не было цели собирать вот города мне тут была цель разновидности их изучение материала приятно держать в руках вот эти вот такие вот идеально перламутровые вот эти вот такие инкрустации они вроде играют вроде и гладенькие да конечно это ювелирная работа это же чем вот чем почему я забалдел от этого извини за выражение потому что изящный предмет и делались они по заказам и в ювелирных мастерских потому что они выглядят просто шикарно у франции навыть е музей окулярів та лорнетов пьера марлі пьер марлі був оптиком багатьох коронованих осіб громадских диячев та знаменитостей у музея зібрано понад трьох тисяч різних оптичных приладов в том числе моноклі биноклі лорнети та інші оптичні прилади але повернемося до коллекции нашего героя в майбутнему вона теж заслуговує прикрасити будь-який український музей та откуда они все взялись таком количестве я не знаю сейчас одесса страдает от нехватки биноклі потому что они все у меня ну это ведь не только на стараконом нет конечно здесь маленькая часть в основном интернет и я как правило еще с дефектами большими потому что цены смешные я так понял что в украине никто не покупает с дефектами то есть никто не занимается восстановлением это для меня плюс как биноклей двух одинаковых так и шкатулок просто двух одинаковых нету конец 19 века состояние потрясающее для меня это зеленый цвет это божественный цвет особенно приятно когда ты за что-то берешься и у тебя здорово получается я знаю что вы очень давно любите дерево и очень давно с ним возитесь так ведь да я мне трудно сказать кто с чему или дерево со мной возится или я с деревом потому что мы наверное любим друг друга вот если взять любую шкатулку и любой предмет из дерева мне очень интересно когда я хоть немного знаю его историю ну как правило истории приходят вместе со шкатулками с предметами но я в них не верю потому что более ста лет предмету и чтобы современный человек точно рассказал про его происхождение где он был это крайне редкость только из семьи как биноклей двух одинаковых нет так и шкатулок просто двух одинаковых нету и порода дерева другая уже была отделка другая абсолютно и резьба другая а вам удавалось восстанавливать безнадежные шкатулки несколько случаев были такие что я покупал просто скажем крышку вот скажем просто отдельную крышку вот и тем более в таком состоянии стоила на совсем копеечки поэтому даже я думал если не получится испорчу вот это последнее приобретение где я еще ничего не сделал проводы новобранца это сиров 19 век это его живопись на теперь может взять шкатулочку и посмотреть охота на что они вырезали тот же сюжет ничего конец 19 века состояние потрясающее то я приобрел буквально недели три назад наверно это тоже сюжетная да здесь конечно она была на 50 процентов с повреждениями сейчас трудно определить где какие вставки делал где что менял петель не было все а вы вот это вот это моя отделка велюром старым пакетами разные цвета у меня вот открываешь и сразу как будто попадаешь куда-то сказочку да 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 вот ой какой ключик масеньки это от нее ну конечно как бы родной новую двоюродный он того периода но для меня с одной стороны это кощунство это не карельская береза нет откроют понюхай каким-то сандалом это чистый можжевельник кремский можжевельник вот это 90-е годы когда был развал ссср и в стране было такое что вырубали рушили продавали ну сама понимаешь и вот очень много скипориса с ливанского кедра много вырубили в крыму это моя шкатулка экспериментальная это был ящик для инструмента просто обыкновенный деревянный ящичек я вот потренировался из шпона инкрустировал эту коробочку с разных пород дерева шпон и это настолько трудоемкая работа и ну конечно она немножко меня измотала потому что это такие вещи не делают потому что это ну просто наверное невыгодно здесь не дней 10 я с ней возился одна из каких-то удивительных вот вещей с еще с надписью такая коробка где вы взяли шляпный магазин скроцкого одесса второй магазин екатерининская в полирояле номер три а первый магазин а первый магазин где преображенская улица дом мими дом мими да было такое уже это мими да нет не номер дома а именно дом мими слушайте но надо же это шляпа в такой красивой коробке держали да дело то что она подлежит реставрации но я не могу найти вещь на крышечке там на крышке дырочка есть и вот отделка вот это немножко и мне надо найти похожий материал потому что там мимо пройти одни мог я купил на старакона тоже типа аукциона было но счет у вас тоже немало достаточно да да у меня таких это дореволюционные еще с отделкой хорошей с хорошим материалом вот у меня за спиной их несколько штук как это вообще счеты вышли из употребления но это же просто обидно нет почему нажал кнопку и все цифры перед тобой хотя у меня в магазине простенькие счеты есть и очень часто покупают вот у меня один раз женщина была она работает на фирме mercedes вот автомобильный концерт и она купила штук восемь их простых советских не таких то есть просто для интерьера для и говорит это советский компьютер ну знаешь вот таким юмором вот все она она вроде и приятное вроде как да бог с ними компьютер так компьютер я хотела бы еще все-таки коснуться темы освещения потому что у вас такая чудесная подборка этих лам для меня это зеленый цвет это божественный цвет вот и когда первый раз я столкнулся с покупкой лампы зеленым абажуром я понял что началось очередное началось увлечение практически все как и все предметы до сих пор который мы обсуждать все эти лампы подверглись серьезной работе они все в рабочем состоянии они все целенькие где-то подкрашено тот свет который надо было единственное что проводка старая непозволительно в эксплуатации это коллекция назвал сталинский период потому что там есть кроме плафонов есть его тканевые абажуры адмиральская и областная как я называю везде в областных администрациях такие были есть лампы которые ассоциируются с нквд вот рядом с мраморным стеклом справа от меня это самая ранняя лампа геттовская то есть государственный электротехнический трест это где-то конец двадцатых годов двадцать седьмой год вот так где-то крайне редкая потому что их очень маленький выпуск был и я не знаю как она сохранилась сейчас по этому же способу изготавливает китайцы стекло конечно качество то есть он у меня почти первая зеленая на подбирюзовый цвет такое красиво включаешь и это просто и патроны старенькие все равно но кайф чего говорите особенно приятно когда ты за что-то берешься и у тебя здорово получается это уже отдельный разговор полик скажите пожалуйста что вы вообще думаете об одесских коллекционерах наших вы знаете всех на вас замыкаются все пересекаются пути по которым пути дорожки по которым ходят наших коллекционер одесские уважаемые так как разные люди у всех разные подходы к этому виду увлечения это же увлечение просто так же как увлечение охота рыбалка театр я знаю туризм но это особый вид увлечения просто особой на психологическом уровне человек может потеряться в том плане что жадность скупость если идут с ним рядом по жизни вот представьте себе вот образно идешь по стараконному рынку и человек приобрел интересную вещь а он и шел за ним и не успел все это бред будет люди разные для меня важно подойти и сказать можно подержу в руках все то есть я хочу подержать посмотреть что это был шкатулка ли колокольчик не важно что это все для меня важно посмотреть для меня важно увидеть не обязательно иметь на работе мастерская у меня было сейчас правда нет и дома вот мой рабочий столик там что касается биноклей он коробочки все расписано все там детали массу самое главное у меня дома все понимают что такое счастье счастье это когда ты утром встал и бегом бежишь на работу тебе там комфортно а вечером домой потому что тебе здесь кайф шановне друзьям и душа вдячь и вам за вашу увагу сподіваю мы еще буду багато цикавых историй про коллекционирование разом переможем а все будет украина а 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 и а 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 Субтитры создавал DimaTorzok